Развитие экономики тесно связано с проблемой коррупции. И несмотря на громкие скандалы и аресты, связанные с этим противозаконным явлением, экономика, как правило, в кризисе. Рассказывая о национальной программе развития, заместитель председателя Кабмина Идиль Байсалов отметил, что перед государством стоит амбициозная задача по борьбе с коррупцией и увеличению госбюджета в два раза. Это поставлено, конечно, амбициозной задача, потому что, уважаемые коллеги, особенно представители бизнеса, это будет достаточно больно, потому что наше гражданское общество и наш национальный бизнес очень сильно любят ругаться на коррупционеров, госорганов. Но дело в том, что от коррупции выигрывает также и все. Коррупционер выигрывает тем, что он ворует, но и бизнес у нас привык. Положение в экономике также зависит и от уровня развития бизнеса в стране. В предложенной программе этому вопросу уделено особое внимание. Выступая от имени бизнес-сообщества, исполнительный директор Международного делового совета Оскар Сыдыков отметил, что для предпринимателей должны быть определены понятные правила. Каждый должен знать свои права и обязанности. Если смотреть по соотношению к ВВП, налоговая нагрузка госрасхода составляет от 31% к ВВП по разным оценкам до 39%. И это где-то значительно выше, чем в других развивающихся странах. Вот это мы тоже должны отметить для себя и работать над понятными правилами игры, так называемые для бизнеса, прозрачными и эффективными государственными институтами. В документе 750 пунктов. Расписаны планы развития креативной и традиционной экономики, экологии, внешней политики, безопасности и социальных вопросов. План состоит из нескольких разделов. По каждому из разделов была проведена большая работа. И в каждом из разделов заложены определенные мероприятия, которые начнутся уже со следующего года и будут продолжаться до 2006 года. Конечно, опыт наших международных партнеров, их экспертиза обязательно были учтены в этом проекте плана. И я думаю, что дальнейшая наша совместная работа с международными организациями, она тоже будет реализовываться в рамках вот этого плана. Над разработкой программы работали все государственные органы. Вводить в действие исполнение плана планируется в начале следующего года. Средства на реализацию будут выделены из бюджета, а также со стороны международных партнеров. Точную сумму финансирования пока не озвучили. Чесгуля Таева, Адилет Марсбеков, Пятый канал.